Мы уже рассматривали способы решения уравнений третьей и четвертой степени. Тогда это выглядело как некоторое чудо. И это действительно было чудом, когда математики это придумали, так называемый метод Кардана, там еще целая история с тем, как его открывали, как люди спорили, кто из них первый это придумал и так далее. Сейчас это вообще не интересно. Потому что нам интересно другое, как с общей точки зрения теории Галуа, с общей точки зрения идеи, что бывают симметрические выражения, и мы умеем с ними работать, это все сделайте. Я все-таки напомню, что если у нас есть поравнение ах кубик плюс bх квадрат плюс цх плюс д равно нулю, где а не равно нулю, то можно разделить на а. После этого сделать замену. у равняется х плюс b, если вы на 3а. И уравнение потеряет ик-квадрат. Ну, там вот внизу написано, почему. Если мы делаем такую замену, то раскрою скобки, вы обнаруживаете, что коэффициент при ик-квадрат станет сравним. Ну, на самом деле для теории Галуа это как раз не нужно. Потому что если бы у меня было чуть больше желания считать, то я мог бы выписать формулу прямо в исходном виде. Потому что симметрические функции, конечно, выражаются, и без вот этой подпорки, что давайте, пусть не будет коэффициент при квадрате, то есть, с точки зрения теории Галуиеда, чтобы сумма корней равнялась миллиметрами. Вот. Ну, а когда очень больше весамины, я этого не хочу. И теперь, что говорит общая наука? Полезно при решении уравнений присоединить сначала корни из единицы. В данном случае уравнение третьей степени. Поэтому присоединять надо корни третьей степени из единицы. Если бы уравнение было более высокое, то надо было присоединять корни всех предыдущих степеней. Замечательно. Вот он корень. Легко проверить, что это действительно корень третьей степени. Он удовлетворяет такому равенству, потому что омега куб минус один – это омега минус один. Он умножить на такое выражение омега квадрат плюс омега плюс один. И напомню, что такое резольвенте Лагранжа. Это просто сумма, когда умножается на возрастающие степени, и когда начинаете не с омега, а с омега квадрат. Если бы степени уравнений было больше, то, соответственно, этих строчек было бы больше, корень был бы той степени, какое у нас уравнение, и начинал бы с омега, потом с омега квадрат, следующий с омега куб, потом и так, и так, и так. Вот. Теперь вот у нас вот это выражение 0, потому что мы позаботились, чтобы сумма корней была 0. А это какие-то выражения. Давайте поймем, почему f в кубе плюс g в кубе – симметрическое выражение. Ну, давайте для начала. Если у нас переставляются местами y2 и y3, что тогда будет? Ну, с этой формулой ничего не будет. Здесь переставились местами y2 и y3, значит, f перешло в шею. И наоборот, здесь y2 и y3 переставились, и шею пришло в шею. То есть, f уже плюс меняется здесь. Ну, и тогда, соответственно, сумма кубов и произведения не поменяется. Если поменяем местами y1 и y2, так здесь ничего не произойдет. А здесь произойдет. А здесь получится такое выражение. Смотрите, давайте напишу. y2 плюс омега y1 плюс омега квадрат y3. Что это такое? А это просто-напросто g умноженное на омега. Потому что, когда омега квадрат умножается на омега, получается единица, и здесь получился и уритва. Вот y1 на омега, это будет как раз омега y1, и там омега квадрат. Идеально. А что происходит с шеей, когда и уритва и уритва меняются? Ну, как раз вы уже догадались. У нас получается так, у второе плюс омега квадрат y1 плюс омега y3. Это f умножить на омега квадрат. Почему? Ну, потому что так получается. Когда на омега квадрат умножаешь, омега в кубе даст нам y2. Здесь будет как раз омега квадрат y1, а там омега квадрат. Омега квадрат даст омега. Получилось. То есть, f перешло в омега g, g перешло в омега квадрат, f, а произведение перешло в gf омега квадрат. Омега квадрат единица. Все доказано. И это является главным. Почему? Потому что если эти выражения симметрические, то их можно как-то выразить через прикол. Ну, это я сейчас, конечно, сделаю. Но давайте, перед тем, как я это сделаю, обсудим. Вот представьте себе, что я уже доказал вот эти формулы. Вот, посчитал, 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 доказал. Давайте обсудим, что из этого будет следовать. А будет следовать то, что f куб, g куб, это минус 27 куб. И значит, f куб, здесь забуден описать куб, вообще-то это важно. f куб и g куб, это корни вот такого квадратного уравнения, который совершенно замечательно решается. Вот такие у него решения, просто пара школьных углов. И осталось дальше понять, что вообще-то y1 это f плюс g разделить. Почему? Ну, потому что, если сложить, то здесь у вас получается y2, омега y2 и омега квадрат y2. Это 0. Здесь y3, омега квадрат y3 и омега y3. Пользуемся этой формулой тоже получается. Получается, что 3y1 это f и g. И, между прочим, если пригодится, то через f и g можно ведь вывести не только y1, но и y2. И y3 тоже. Смотрите. Вот, чтобы получить y2, делаем очень просто. f умножаем на омега квадрат, а g умножаем на омега. Легко видеть, что остальные при этом исчезнут. Итак, f омега квадрат, g омега, это 3-диндер. Ну, и там, соответственно, будет f умножить на омега плюс g умножить на омега квадрат и омега квадрат. И что же из этого следует? У нас есть формул. Когда вы будете извлекать кубические корни, то здесь будет тройка, тут будет кубический корень, здесь будет тоже тройка, тут будет кубический корень, тройка скатится. И на самом деле будет просто сумма кубических корней из этого выражения и из этого. Но при этом надо помнить, что кубический корень вычисляется тремя способами. А у нас условия, надо брать не любые, а когда f умножить на g, это минус 3b. Обычно вот эти две формы не пишут, потому что они в некотором смысле содержатся в этой фразе выбирать кубический корень можно тремя способами. Потому что если вы смотрите на все три выбора, то это и есть самый момент. Потому что либо выберете f в качестве кубического корня, либо f амега квадрата, либо f амега. Ну и соответствующее значение для g. Так, что нам осталось? Осталось объясниться, почему первые вот такие формулы. Начнем, конечно, с f умножить на g. Смотрите, ведь в принципе F это линейное выражение. g тоже линейное выражение. Произведение, естественно, второй степени. Давайте подумаем, какие вообще бывают симметрические выражения. Это сумма, она на нулевой степени. Это сумма попарных произведений. Ну, это у нас p. И минус q это произведение всех трех. Произведение всех трех это уже третья степень. Поэтому, раз мы позаботились, что сумма равна нулю, то ответ может быть только несколько p. То есть я пока не знаю, где будет минус 3 или сколько там. Но я точно понимаю, что это будет сколько-то p. Прекрасно. Давайте в таком случае мы можем просто выбрать какие-то конкретные числа и для них посчитать. Давайте, например, возьмем y1. Это будет у нас 3. и для них плюс 1. И для них плюс 1. Согласитесь, сумма равна нулю, как требуется. Теперь надо просто понять, что такое f, что такое g, и что такое p. p это сумма попарных произведений. p это минус 1. Смотрите, не такие проблемы. p это минус 1. Теперь, что такое f? Это 1 минус омега. Что такое g? Это 1 минус омега квадрат. Это надо считать. 1 минус омега умножить на 1 минус омега квадрат. Ну, по-разному, можно еще раз сказать. 1 минус омега минус омега квадрат и еще плюс омега в куле, то есть плюс 1. Но вы помните, что омега квадрат плюс омега это минус 1. Поэтому это как раз получается как и согласно здесь. Справился. Теперь давайте разбираться с суммой кубов. Это выражение третьей степени. Но опять-таки выражение первой степени посмотрим. Как можно получить третью степень? Возводя первую в куб или первую умножить на вторую на все время. вот эта штука очень сильно упрощает вычисления. Либо просто произведение всех трех. Значит, в любом случае будет с каким-то коэффициентом куб. Давайте единственная только неприятность. Я не могу взять вот такие числа. Потому что куб тогда будет равно нулю и я не смогу вычислить этот коэффициент когда ку равна нулю. Поэтому придется собрать что-нибудь другое. Ну, давайте что-нибудь такое тоже вести красным возьмем. Например, ик это два минус один и минус один. Что такое в таком случае произведение? произведение это два. Значит, ку это минус два. Ну, хорошо. ку это минус два. Так, вот это я уже зачеркнул. То есть, это одно что-то отыскать в другую. Так, ку это минус два. И, значит, если у меня так получится, что вот эта вот сумма окажется равна пятидесяти четырем, то значит, ку это действительно минус двадцать семь. Видите, начнение будет не такое короткое. Ну, смотрите, все легко. Подставили сюда два минус один минус один нашли f и g это оказывается просто числа три. f в кубе плюс g в кубе это 54. Все. Мы с вами уже таким более общим методом фактически повторили тот вот средневековый замечательный метод. Только тогда это была гениальная алгоритическая находка, а сейчас это стандартное вычисление симметрической функции. Теперь разберемся с сравнением четвертой степени. Как его решать при помощи симметрической функции?